Всем привет. Мифы, в которые мы верим. Наверное самая любимая моя рубрика, ведь когда я ищу информацию у меня иногда челюсть отвисает. Да как? Почему я не знал, почему мне никто не сказал? В этом выпуске будет много мифов, в которые мы верим с самого детства. А виной тому детские книжки, мультфильмы и семейные фильмы, а также разумеется охренительные рассказы родителей. Да, возможно со временем вы узнавали о них правду и многое из сказанного сегодня могли просто знать, но я-то не знал. Плюс ко всему вы услышите много нового, даже если были в курсе. Давайте сделаем это бодро, забавно и увлекательно. Ну как забавно? Помните я уже рассказывал о том, что дельфины не такие уж и милые, как мы привыкли думать? А что насчет панд? О нет, 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 говорите вы, выключайте видео, выкидывайте ком в окно, чтобы просто не расстраиваться. Да-да, эти милые пушистые зверьки, которые только и делают, что хавают побеги и приносят людям счастье, иногда могут приносить совсем несчастье. Панды на самом деле имеют огромные клыки и фантастически сильный укус. И неудивительно, что они в панике могли напасть на человека в дикой природе, но также они могут напасть на человека даже в зоопарке. В ссылках вы найдете отчеты от трех пострадавших с 2006 по 2009 год. Они, конечно, были сами виноваты, полезли в вольер и пытались погладить милую панду, потому что они думали, что она милая. Итог очень печальный. Я, к сожалению, не могу добавить фотографии, меня YouTube забанит нахрен, но там полная жесть, прям в труху, поверьте. А еще в китайской газете сообщалось, что дикая панда отмутузила и съела козу, например. Кунг-фу панда в реальной жизни, хоть это и грустненько. А я всегда говорил, любое животное может быть опасно, так что всегда имейте это в виду, прежде чем делать какие-то действия даже самым безобидным животным. Вам, например, точно не захочется шутить со страусом. Хотя на видео был не страус, а намду, их внешне очень легко спутать. А мне нужна была подводка к следующему мифу. Удивительная история произошла именно со страусами. Издавна им приписывали те умения, которые им не нужны и которыми они не обладают. Да, я про то, что страусы якобы прячут голову в песок. Мы это видели ну прям много где. Какого черта тогда нам это показывают, если это не правда. Когда я сказал, что издавна приписывают, я имею ввиду прям издавна, примерно в 22 год нашей эры. Древнеримский писатель Плиний старший пишет свое главное творение, естественную историю. И что же мы там находим? Если они прячут голову и шею в куст, то они считают себя полностью скрытыми. Мы его упустили. Во-первых, это очень тупо. А во-вторых, скорее всего действия страуса действительно заставляли так думать. Смотрите сами. Они часто наклоняют голову к земле, чтобы похавать или проглотить мелкие камешки. Это им для пищеварения своя атмосфера. Плюс страусиные кладки часто находятся в небольшом углублении и не удивительно, что со стороны кажется вот так. В общем нет, они так не делают. Да и зачем им? Они могут прописать, а потом убежать. Вы еще видели, как эти сумасшедшие носятся? Хотя с другой стороны, это не всегда спасает. Вот большая кошка словила бы страуса, если постаралась. Знаете, в детстве после просмотра мультика книга джунглей я всегда хотел увидеть в живую пантеру. Какая грациозная котейка. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что я ее уже видел, только не придал этому значения. Да и вы тоже, кстати. Пантера это не отдельный вид, к сожалению. Пантера это лев, тигр, леопард и ягуар. Кто бы мог подумать, а черная пантера это чаще всего ягуары и леопарды с интересной особенностью, меланизмом. Это такая генетическая фишка у животных. Более темная окраска, в отличие от других особей. Иногда бывает пятнами, а иногда и полностью. Ну это точно лайк и пересмотр мультика или фильма по-любому. Да, ты не был рожден волком, но хотя бы веди себя как волк. Кстати, как вы видите из этих комментариев, русскоговорящие люди сложно принимают Багиру как самца. Ведь в том самом советском мультике Багира это девочка. Человек? Откуда же он взялся? Оказалось, в оригинальной книге Багир это самец, а когда в советское время сделали из него самку, создали тем самым сюжетную дыру на самом деле. И тут даже порадуюсь, что мне всегда больше нравилась диснеевская версия. Еще один годный мультик, который я запомнил, Незнайка на луне. Помните сюжет? Одни говорят, мы летим на луну, а ученый говорит, вы что дураки? Там же жизни нет, зачем? В итоге оказывается, что есть. Вот так поворот. Ничего не напоминает? Об этом нам говорило много фильмов и мультиков. И неудивительно, что мы запомнили. На темной стороне луны есть что-то. Альбом Pink Floyd. Одна из частей трансформеров. В общем, целая куча всего. Смысл в том, что никакой темной стороны не существует. Так уж задумано, что с Земли можно видеть только одну сторону луны. Остальная от нас сокрыта. И конспирологи ломают голову, а что же там? Как же, блин, заглянуть, наверное, там база пришельцев. Хотя еще в 59-м году космический аппарат смог сделать снимки темной стороны луны. И она оказалась совсем не темная. Сейчас очень много снимков есть и нет там ничего необычного. И почему кинематограф все еще паразитирует на этом, не совсем понятно. Опять я оправдываю пришельцев. Забавно, что многие из вас говорят, что я рептилоид под прикрытием. Постоянно говорю, что не существует пришельцев, тем самым заметая их следы. Забавная теория. Что если... Если уж речь зашла про рептилоидов, то можно поговорить про жаб. Как я подводку сделал, а? Помню, как в детстве в деревне взял в руки жабу, и она на меня нассала. Так я думал, так я чувствовал в конце концов. У меня появился какой-то бугорок буквально через час-два. Так я думал. И бабушка моего друга сказала, ну ясно, жабу трогал, значит. Вот бородавка и появилась. Знаете, что она сделала? Взяла какие-то крошки хлеба, положила на порог дома, начала читать какие-то заклинания мне в руку. И в итоге этот бугорок прошел. Зашкварная история. Так что это выходит? Бородавки от лягушек это не миф? Да нет, оказалось, что это я идиот и возможно не придал значения другим факторам. Но от лягушек бородавок не бывает. Хватит на них клеветать. Бородавки это следствие заражения вирусом папилломы. Доброкачественное образование. И жабы не являются переносчиком. Хоть на первый взгляд и покрыты стрёмными мерзкими пупырками. Но главный вопрос остался. Как это колдунья меня вылечила? Кстати, о мерзости. Четко помню в детстве, как мне говорили, что тараканы это мерзкие твари-падальщики, которые только все портят. Мало того, что они ублюдки, так еще и выживут после ядерного взрыва. Мол, им радиация вообще нипочем. Будут всех бесить даже после нашей кончины. А есть ли какой-то пруф, что они выживут? Или то, что они на радиацию никак не реагируют? Конечно же есть. Игра Fallout со своими рад тараканами. В чем тебе не доказательство? Скорее всего, весь этот слух пошел после Хиросимы и Нагасаки, где обнаружили невредимых тараканов после бомбежки. И с тех пор распространяется из уст в уста. Правда в том, что мы умрем, а тараканы будут жить. По крайней мере 10% тараканов, если речь идет о бомбе, сброшенной на Хиросиму. Это где-то 10 тысяч рад. Единица измерения такая. А человеку достаточно 400-1000 для скоропостижной смерти. А еще правда в том, что тараканы очень даже слабаки в этом плане. Они еще как реагируют на радиацию и погибнут при таких значениях, которые другие насекомые даже могут не заметить. Вот, например, муха дрозофила выдерживает больше 60 тысяч рад. Скорпионам тоже зашибись, а бракониды вообще доживают до колоссальных 180 тысяч рад. Почему их обделили вниманием, я не знаю. Но если говорить не про насекомых, то вот эту бактерию убьет разве что полтора миллиона рад. Вот кто точно переживет любые ядерные апокалипсисы. А итог прост. Тараканы помрут, если заряд будет мощнее, чем в Хиросиме. Заряд равный одному тапку. Вероятность выживания примерно такая же, как вероятность не наступить на червя после дождя. Нет, правда, наверняка все из вас видели эту стрёмную картину. Дождевые черви выползают на асфальт. Их много. Половину уже раздавили, но они ползут дальше к своей цели даже без ног. Джонни, это ты? Где твоя вторая половина, Джонни? Я называю это червивый Вьетнам. Да, с самого детства мы были в курсе, что если червяка разрезать пополам, то морально страдать не стоит. Ведь появится два, так что вы даже помогаете популяции в какой-то степени. Но на самом деле стоит. Видите ли, в том числе и обычные дождевые черви, которых мы видим на улице, имеют и рот, и задницу. Хоть на первый взгляд и не скажешь. И если отрезать ему заднюю часть, то да, скорее всего она отрастет. Только у хвоста не будет жизненно важных органов и кушать он не сможет. Поэтому через некоторое время точно умрет. То, что он дальше извивается, это еще ничего не значит. Да, самое время извиниться за все эти попытки в детстве их разделить. Бегите, ребята, теперь у вас двое, а они не бегут, потому что их не двое и даже не один теперь. Все, благодаря вам. С чего тогда мы были в курсе об этом мифе? А потому что навозные черви, это те, которые часто как приманка в рыбалке используются, все-таки имеют небольшой шанс отрастить себе голову и хвост. То есть получится два червя. Но это надо очень сильно постараться. Не практикуйте, умоляю, мне их жалко. Я даже когда на червяка наступаю, чуть ли не похороны ему готов устроить. Но если вы думаете, что это круто, то посмотрите вот на этих миленьких существ. Какие же милые глазки, я не могу. Это плоские черви планарии. И вы можете взять одного из них и начать мелко-мелко-мелко шинковать. Допустим, вы порезали одного на 100 частей. Больные ублюдки, делать вам ничего, что ли? Но приходите через две недели и увидите на этом месте 100 идентичных червей. Планарии способны полностью восстановить себя даже из крохотного кусочка. А все из-за стволовых клеток, которыми усеян их организм. Хотел бы я так же. Брось оружие. Знаешь, как щипет. Ты червей-то принес? Ты что, диод? Ты одного взял? Кстати, планарий водится там, где мы ходим на рыбалку, где растут камыши, которые мы поджигали и тем самым отпугивали насекомых, пока он тлеет. Помните? О, я помню. В общем, это не камыш. Это рогоз. Камыш это вот эта вот штука. Очень нужная информация сейчас была. Вернемся еще раз к Плиниев-старшему. Что вы знаете о ежиках? Ребята с колючками, очень стеснительные. В азбуке и вообще в детских книжках ежики нарисованы, как существо, которое несет на себе яблоки и грибы. Об этом впервые начал говорить как раз Плиний-старший, который еще и страусов опозорил. Гад. В общем, по его наблюдениям, ежи катаются по полу, как соник, и собирают яблоки, чтобы потом похавать. С тех пор практически в любом бестиарии люди писали об этом, но скорее всего просто копировали наблюдения Плиния, так как ежи так не делают. Им яблоки вообще не особо интересны, хоть они и всеядны, но все же предпочитают живность мелкую, типа насекомых или червей. А вот такие фотографии это просто обыкновенная постановка. Этот миф очень старый и сейчас уже надолго закрепился в голове и разумеется ежик и дальше будет выглядеть вот так в детских книжках. Так же, как и Том и Джерри, увековечили миф о том, что мыши любят сыр. Нет, не любят. В основном они питаются зерновыми и всякими семенами. Так, что там... О, черт, я жвачку проглотил. А мне плевать. Я так делал и не раз, хотя всегда помнил точную цифру, которую меня пугали родственники и сверстники. 7 лет, 7 долгих лет она будет лежать у меня в желудке и вот и все, я даже не помню, чем это для меня могло кончиться. Камон, резиновая основа хоть и не переварится, но в итоге, разумеется, выйдет из нужного места. Хоть это и займет на денек-два подольше. Так что не переживайте. Кстати, я говорил про одну там или две жвачки. Не надо их хавать пачками. А то мало ли, лучше не проверять. Ведь были случаи, когда много жвачек склеивались и создавали препятствия в кишечнике. У меня память, как у золотой рыбки. Это настолько распространенное и попсовое мнение, что у золотой рыбки память 3 секунды, что в какой-то момент начинаешь даже верить. Почему бы и нет? Смотришь на них, безмозглые создания плавают что-то себе туда-сюда. Прости, я не хотел тебя обидеть, рыбка. У тебя просто репутация такая. Не ешь сегодня червей, там рыбаки. О, еда. О, еда! Но это не больше, чем просто байка. Аквариумная рыбка хранит в памяти события около 3 месяцев. Они могут быть надрессированы, находить выход из лабиринта, знать, когда вы будете их кормить и даже узнают вас. У них большой потенциал. Так что если у вас очень маленький аквариум для рыбки, и вы думаете, а какая разница, они же все равно нихера не помнят. Так вот, разница есть. Доктор Кулумбраун говорит, что чем чаще будет меняться окружение в аквариуме, чем разнообразнее оно будет, тем активнее будет рыбка. Такие дела. Так что вперед! За ракушками! Вот такую огромную тварь я себе прикупил, но аквариума у меня нет. Так что я буду слушать звук моря. Купаться захотелось. Вы, наверное, начинаете догадываться, что там внутри не микропортал к морю, через который слышны звуки водички. А что же там тогда? Там все. Все, что вокруг. Просто звуки сконцентрированы в одном месте. То же самое произойдет и с обычной рукой. Попробуйте. А вот то, что слышно в звукоизолированной комнате. Я просто уверен, это такой бизнес. Какой-то чертила придумал этот миф, чтобы продавать больше ракушек. Не верите? Откройте бабушкин шкаф в секции рядом со стремной хрустальной посудой. Я все вижу. А последний миф особенно знаком тем, кто жил или проводил какое-то время в деревне. Утро раннее. Первые лучики солнца скоро появятся, а значит петух орет как тварь, а значит самое время доить коров. Жизненно, не правда ли? Все хорошо, только петух орет не поэтому. Ему вообще плевать на лучики солнца и все в таком духе. У него есть свои биологические часы, которые подсказывают ему, когда надо начинать орать. И вы не поверите, есть даже исследование, когда петухи кричали в нужное время даже в изолированной комнате. А делают это они не для того, чтобы ты такой красивый пробудился. На самом деле они так обозначают свою территорию. Что-то типа, о, времечко пришло, я тут главный. Вот так вот и кричит в итоге вся деревня. А также петуч может кричать не только утром. Много разных факторов есть. И кстати, на территории всегда один вожак. И пусть только подчиненный попробует начать кричать вместо главного, вот что будет. Примерно такая же история и с волками. Они не на луну воют, а переговариваются таким образом. Но сейчас я чудом выбрался из села и живу в городе. И знаете, в чем родители все-таки были правы? У тебя должна быть квартира, черт возьми. Куча проблем пропадает, когда у тебя есть собственная недвижимость. Я честно долго отнекивался, но это правда. Я сейчас коплю деньги и отовсюду слышу, покупай монолит, панельные дома так себе. А вот это как раз миф. На самом деле и такие, и такие дома имеют свои плюсы и минусы. Но существенный плюс панельных домов, строятся они намного быстрее. Это ли не главное сейчас? Поэтому вы видите в городе так много ярких домов компанией Пик. Миф о панельных домах очень стар, ведь их строили еще в СССР. И сейчас мы видим их состояние. Видим эти огромные швы, которые уже в тысячный раз покрываются герметиком. Да, они строились быстро, но из-за несовершенных технологий тогда, сейчас они уж совсем не очень. Может быть, раньше что-то и было лучше, но точно не дома. Современное производство панелей для домов автоматизировано. Да, роботы добрались и до строительства. Все потому, что у ребят из Пик ценен каждый миллиметр. И никакой ошибки нельзя допустить. В итоге, практически незаметные швы не более 12 миллиметров, гладкие стены, облицованные разноцветной плиткой и высокая, просто бешеная скорость строительства. Каждый день объекты Пик вырастают суммарно на 10 этажей. Это называется индустриальным подходом, когда дом собирается как детский конструктор. Пик, кстати, обещает, что 100 лет дом простоит. Также в домах Пик около 50 вариантов планировок квартиры. Можно выбрать именно то, что тебе нравится. А мне нравится именно то, что их много, потому что мне нужна нестандартная планировка, ведь все мои вещи это съемочное оборудование. При этом дворы закрытые, тихие, а вся движуха вынесена за пределы дворов. Магазины и кафе на первых этажах вообще превращают этот жилой район в место, откуда можно не выбираться без надобности. Это мой вариант. В общем, если вы давно выбирали себе гнездышко, то самое время пройти по ссылке на сайт Пик. Теперь вы знаете больше. Магазины и кафе на первых этажах. Магазины и кафе на первых этажах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова